Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова, дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, кто с нами сегодня вместе в богослужении. Три недели назад мы собирались, и мы радостно восклицали «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Радовались о Его воскресении. Сегодня в Доме молитвы опять особый день. Мы видим стол, на нем хлеб и вино. Но сегодня мы вновь вспоминаем страдания и смерть Господа Иисуса Христа. Это абсолютно правильно, это Слово Божие так учит. Сам Господь Иисус Христос, оставив апостолу Павлу заповедь, он сказал, «Всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он, Господь Иисус, придет и возьмет от земли Церковь». На все века Церкви на земле Церковь совершает вечерю Господню. Преломление хлеба, воспоминание страданий и смерти Иисуса Христа – это возвещается смерть Его. Всякий раз, когда в Церкви возвещается смерть Его, мы собираемся не оплакивать Господа Иисуса Христа, а мы возвещаем победу Его над смертью, Его воскресение, Его могущество. Сегодня я желаю поделиться местом Священного Писания, иметь рассуждение. Место Священного Писания – это книга Откровения. Пятая глава. В предыдущей главе, в четвертой, описывается Бог-Создатель, Творец Вселенной. И апостолы Его называют одним словом – Сидящий на престоле. И далее он в пятой главе говорит, «Я, Иоанн, видел, что в руке сидящего на престоле была книга запечатанная. И сильный ангел обратился, кто достоин подойти, взять эту книгу, снять с нее печати, открыть и прочитать. И не нашлось на небе, на земле, под землею никого достойного. Иоанн говорит, «Я много плакал». И потом подошел старец и говорит, «Не плачь». Читаем с пятого стиха. И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять с семь печати ее». Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных на всю землю. И он подошел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, то четыре животных и двадцать четыре старца пали пред агнецем, имея каждой гусли и золотые чаши, полной феймиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей, и скупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и садил у нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных и старцев, и число их было тьма тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорили сидящему на престоле и агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре животных говорили «Аминь». И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Дорогая церковь, это событие будущего. Здесь мы видим величие. Я свою проповедь назвал так. «Сидящему на престоле и агнцу слава и честь во веки веков». Здесь, когда старец сказал, что есть достойный, который достойен взять книгу, снять с нее печати, это будет начало судов над этой землей. Из всего творения на земле, среди ангелов, херувимов, серафимов не нашлось достойного. Из всех людей, живущих от Адама за тысячелетия, изо всех великих, праведных пред Богом, не нашлось достойного. Даже в преисподней не нашлось, кто бы мог дерзнуть. За все века один достойный – лев, корень Давидов, царь, царство которого не будет конца. Бог сказал, царству Давидову не будет конца. На престоле будет Бог, Иисус, Сын Божий, править миром. Но когда Иоанн взглянул, и он увидел, стоит агнец, как бы закланный, как бы казненный, как бы жертва. Дорогие братья и сестры, как сопоставить агнец Божий, казненный на кресте Голгофском, и лев, корень Давидов, царь царей Господь, господствующих. Когда Христос пришел на эту землю и пострадал, Он открылся нам, как агнец Божий. Когда Господь Иисус Христос, превознесенный выше небес, придет на эту землю взять церковь, и потом с церковью придет судить этот мир, не уверовавший в него, врагов и противников его, тогда они увидят не в терновом венце, а царя царей Господа, господствующих. Он будет в силе и славе, и в могуществе своем. В Слове Божьем написано, что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре очи, Он явил. Слово Божье говорит, что Бога видеть никто не может. Сын Единородный явил Его своим приходом на землю, когда Иисус Христос добровольно, сознательно принял плод человека, родился как человек и был с нами. Дорогие братья и сестры, Господь Иисус Христос сознательно оставил славу небес и пришел на эту землю. Он принял плод человека. Он был казнен. Он принял смерть и был погребен. Но Он воскрес из мертвых, восстал, и Он явился ученикам. Вы помните? Иоанн пишет, 20 глава, 26 стих. Иисус по воскресенью, придя в дом, где были ученики в страхе, закрыли двери и окна, Он встал среди них и говорит, мир вам. Потом говорит Фомея, подай перст твой сюда и посмотри руки Мои. Подай руку твою и вложи в ребра Мои. Иисус Христос воскрес в новом теле. Не в таком, как у нас. Не в этом плотском, земном теле. Он воскрес в новом теле. Но Он ученику Своему показал руки свои и ребра свои. На Нем были следы казни. Господь Иисус Христос теперь всю жизнь, во веки веков, Он будет в плоти. Не такая, как у нас, новая, духовная, прославленная, но тело. Бог есть Дух, и Дух плоти и костей не имеет. Но Христос и Иисус добровольно на все века принял тело. Когда ученики увидели Его по воскресению, мы не видим лицо, которое они говорили. Но Он указал на руки свои, на ноги свои и на ребра пронзенные. это след славы жертвы на кресте Голгофском. Вы знаете, мне нравится в откровении смотреть на лицо Иисуса Христа. Об этом сказано в первой главе. Иоанн, который был в Духе на острове Патмос, он услышал сзади себя голос, и когда он обернулся, первая глава с двенадцатого стиха. Иоанн говорит, «Я обернулся, чтобы увидеть, чей голос говорит со мною. И, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников подобный Сыну Человеческому, облеченный в падир и по персям опоясанный золотым поясом, голова Его и волосы белы, как белая волна, как снег, и глаза Его, как пламень огненный, и ноги Его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум, вот многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу свою и сказал, не бойся. Здесь я вижу Господа моего Иисуса Христа, который был распятый, воскрес на третий день, вознесся на Еву и во славе поседает с Отцом на престоле Его, который управляет миром, который достоин. Но здесь же, чуть ниже, в этой же книге Откровения, мы видим Господа Иисуса Христа агнца, как бы заклодного. И для меня более становится понятным стих, который апостол Павел, приняв от Бога Господа, будучи Богодухновен, написал в послании филиппийцам, 2 глава 6 стиха. Он, Господь Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделался подобным людям и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной, поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос слава Бога Отца. Здесь я вижу Бога Сына, Могущественного, Который Смирил Себя Силу и Власть и Могущество, Которое имел, отложил в сторону, стал жертвой на кресте Голговском, Смирил Себя до смерти и смерти позорной крестной, потому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени и посадил его на престоле своем. это Бог наш, это победитель наш, это царь царей, но он явился нам и сегодня мы вспоминаем его Агнца, как бы закланного. Живя здесь на земле, мы никогда не сможем полностью осознать глубину падения человека, согрешившего Адаме и Еве, глубину того рва погибели. Бог через пророка, обращаясь к народу своим, говорил, взгляните в глубину рва из которого вы извлечены. Господь из рва погибели поднял нас и поставил на путь спасения. Поднял нас и готовит на высоту, которая превосходит разумение, чтобы на престоле воссели вместе с Агнцем, который является победителем, властелином мира. только в вечности мы сможем понять глубину падения, в которой катится человек, человечество, глубину падения, в которую я и ты шли, но Господь поднял нас и ту высоту спасения, и могущества, и силу благодати, которой Господь облагодатствовал нас во Христе Иисусе. И тогда нам понятно становится стих, золотой стих, который даже дети наши знают, Иоанна 3, 16. «И вот так возлюбил Бог мир, что послал Сына Свою одинородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В этом открывается любовь Божия, в этом Его сила благодати, в этом могущество, и в этом мы видим промысел Бога Великого. Только Господь Иисус Христос, пройдя через Галднило испытания, через Гефсиманию, через полк римских воинов, через Голгофу и смерть мог сказать, воскреснув из мертвых, прославленный Бог, только Он мог сказать, «Я первый и последний и живый, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Дорогие братья и сестры, мы находимся немного не в привычных для нас условиях, во время карантина. Кто-то здесь в доме молитвы, и это, я думаю, для нас особая привилегия и радость, когда мы день воскресный, можем особо прийти в дом молитвы, одеться, увидеть лица друг друга, поклониться Богу. Наши братья и сестры находятся дома, но благодарение Богу, что и такая возможность есть вместе нам объединиться. И мы рассуждаем и говорим, когда же кончится это? Когда мы опять соберемся все вместе и сможем и руку подать, и обняться, и вместе, какое это будет служение, когда мы вместе торжественно можем прославить нашего Бога? Дорогие братья и сестры, я приглашаю вас на другое служение, более высокое, более славное. в этой книге книге Откровения написано, когда Господь Иисус Агнец подошел и взял книгу у сидящего на престоле. Восьмой стих. И когда Он взял книгу, то четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полный феемиама, который есть суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей, искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Я вижу здесь Церковь Божию и всякого народа, колена и языка, омытые кровью агнца, которую поют новую песнь. Знаете, когда у нас проходит богослужение, мне нравится, когда посмотришь на нашего регента, и кто-то поет или стих под музыкальное сопровождение читает, он весь там, на него бесполезно смотреть, он не видит никого, он весь там в музыке и в словах. Дорогие братья и сестры, ни регент, ни мы не будем там созерцать, мы будем славить Бога, потому что из каждого колена, языка и народа Он кровью своей омыл и скупил нас, и мы сможем поклониться Ему, прославить Его. А вот к этому собранию, к этому величественной новой песне, которая никогда не звучала, добавляется одиннадцатый стих, я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, число их было тьма тем и тысячи тысяч. К славящим Бога присоединились небожители, их миллионы, миллиарды, тьма тем и тысячи тысяч, которые говорили, двенадцать стих, которые говорили громким голосом, достоин агнец, заклонный принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение. Здесь мы вновь видим агнца Божия, как бы заклонного, который достоин от всех небожителей, от всех искупленных, из всякого народа, колена, языка, достоин принять славу, честь, благодарение, державу, величие. Тринадцать стих и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал, я говорили, сидящему на престоле и агнцу, благословение и честь, и слава, и держава в веки веков, и четыре животных говорили, аминь, и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Дорогие братья и сестры, кто желает быть на этом чудном богослужении? Это богослужение будущего, это богослужение скорого будущего. когда вся вселенная на небе, на земле и под землею склонится и воздаст славу сидящему на престоле и агнцу, который победил, который достоин, единственный достоин взять книгу, снять с нее печати, взглянуть и прочитать. Это Господь наш, Иисус Христос. Дорогие друзья, чтобы быть на этом торжественном служении, необходимо встретиться однажды в жизни своей с Иисусом Христом Агнцем закланным на кресте Голговском в молитве покаяния. Это начало новой жизни. А там будет начало новой жизни, вечной жизни, жизни с большой буквы, жизни вечной в присутствии Бога, в словословии Его, в служении Его и в радости о имени Его. церковь, как в себе вместе, так и в отдельности, каждый христианин, который встретился с Иисусом Христом как с личным спасителем, их предназначение славить Бога, возвещать, как апостол Петр говорит, возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет, здесь на земле проставлять Бога. Дорогие братья и сестры, когда мы встретимся на небе, когда Господь придет и возьмет от земли этой церковь свою, это будет славная встреча, мы там будем славить Бога, возвеличить Его, поклоняться Благодарить Его, и этой радости не будет конца. Всякий раз, когда в Церкви Христовой совершается вечер Господня, это смерть Господня возвещается, всякий раз, когда возвещается смерть Господня, это в Церкви Христовой небезутешная скорбь и поминки, вспоминания, а это провозглашение победы Господа Иисуса Христа. Только Он умерший, воскресший, в руках Его ключи ада и смерти Он управляет миром, Он сегодня Бог победивший, Он на престоле Отца, но Он приготовил обители и между множеством обетований, которые Он дал Церкви своей, одно из самых высоких, которое записано в этой же книге, Побеждающему сказал Господь, дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с Отцом моим на престоле Его. Дорогие братья и сестры, только в вечности мы полностью осознаем глубину, из которой нас Господь поднял, поставил на камень спасения, и по пути мы идем следом за Ним. И только там мы можем увидеть высоту. За что? Сила благодати. Не по делам, не по заслугам, сила благодати. Господь желает, чтобы дети от Духа рожденные, оставшиеся верные, победившие этот мир, следовав за Ним, они сели рядом с Сыном, невеста, возлюбленная, Церковь Его. Это будет начало вечной жизни. Сегодня мы здесь на земле, сегодня мы славим Бога, сегодня поклоняемся Ему, Тот, Который открылся нам, как Агнец Божий, Тот, Который придет, как Царь Царей, Господь господствующий, чтобы управлять миром. Дорогая Церковь, мы сегодня в Доме молитвы собрались, перед нами мы склонимся на молитву, но у меня радостное приветствие. Христос воскрес! Воистину воскрес! Этот Христос ныне одесну и Богом, Он управляет миром, Он по заслугам, Он достоин, Он с Отцом на престоле Его, Он ожидает тебя и меня, Он готовит нас. Пусть Господь будет благословен для каждого из нас. А сегодня мы, находясь на земле, поклонимся и прославим Его сидящему на престоле Иогнцу благословение и честь, и слава, и дежава во веки веков. Аминь! Помолимся Господу! Продолжение следует... Продолжение следует...